Доброго времени суток, дорогие зрители данного видеообзора по микрофинансовым организациям онлайн. В этом видеообзоре поговорим на такие темы, как Как взять микрозайм без отказа, в каких микрофинансовых организациях выдают займ без отказа и проверок, и как взять займ, если у вас плохая кредитная история. Актуальные и проверенные микрофинансовые организации есть на сайте взятьzaym.online или по ссылкам в описании. Итак, приступим. Пункт номер один. Как взять микрозайм без отказа. Чтобы взять микрозайм без отказа, нужно следовать четким регламентированным правилам оформления микрозайма. А именно, личные данные должны быть заполнены достоверно и справдивой информацией. Если компания просит предоставить дополнительные документы, это нужно сделать. Делается это для того, чтобы микрофинансовая организация убедилась, что займ берете именно вы. При заполнении заявки следуйте последовательной инструкции, заполняя все поля в анкете. Нельзя брать микрозайм на другого человека, только если вы не помогаете ему в заполнении анкеты. Кредитный рейтинг в микрофинансовых организациях играет не первую роль. Есть компании, где одобряют займ с очень низким рейтингом. Краткие советы. На вопрос, для чего вы берете микрозайм, отвечайте на подарок. Сумму вашего личного дохода не завышайте по вашему региону. Например, в вашем городе или регионе средняя зарплата 30 тысяч рублей по вашей профессии, то и пишите 30 тысяч рублей. Если вы не работаете, то тут можно немножечко схитрить, так как МФО неохотно выдают займы безработным. Напишите профессию, которая вам по душе, и узнайте заранее, какая зарплата в этой профессии по вашему региону. Крайне нежелательно писать в анкете, что у вас свой бизнес и вы частный предприниматель, МФО и банки не очень любят выдавать потребительские займы и кредиты данным категориям граждан. Если вы студент, то так и пишите, что вы студент и у вас есть подработки или неофициальная работа. Пункт номер 2. В каких микрофинансовых организациях выдают займ без отказа и проверок? Тут нужно для начала уточнить следующее. В каждой МФО-компании присутствуют свои скоринг-системы оценки заемщика. Именно поэтому, если в одной компании вам не одобрили, то смело можно обращаться в другую, третью и так далее. По поводу проверок, звонков и прочего. Сейчас в 75 МФО-организации работают автоматические системы оценки заемщика, то есть все решения принимает робот. Но даже если вы оформляете займ, где вам будут звонить, это очень хорошо, так как оператор будет наверняка знать, что микрозайм оформляете именно вы, и по статистике в таких МФО-организациях займ выдается с высоким процентом одобрения. Сейчас мы вам дадим список МФО с большим процентом одобрения, чем у других. Самые популярные МФО, в которых прослеживается больший процент одобрения на данный момент, следующие. Займер, Вивус, Лаймзайм, Дозарплаты, Деньга, Турбозайм, Микроклад, Манимен, Екапуста, Езаем, Ванкликмане и Веббанкир. Все эти МФО-организации есть на сайте взятзайм.онлайн или по ссылкам в описании к видеоролику. Пункт номер 3. Как взять займ с плохой кредитной историей. Большинство микрофинансовых организаций работают со всеми слоями населения. Даже если у вас запущенная кредитная история и есть просрочки по другим МФО-компаниям, вам могут предоставить займ. В каких МФО можно оформить займ с плохой кредитной историей? Можете попытаться оформить займ по тем МФО, которые мы проговорили ранее. Или найти другие компании по ссылкам ниже или на сайте взятзайм.онлайн. У каждой компании свои правила на выдачу микрозайма, если в одной не одобрят, одобрят в другой. Рада пригласить вас к ознакомлению микрофинансовых организаций на сайте взятзайм.онлайн или по ссылкам в описании. Все ссылки в описании и в комментариях. Помните, подходите ответственно к оформлению микрозайма. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok